Коренной химчанин, заслуженный работник культуры России, почетный работник общего образования и почетный гражданин городского округа. И все это о Валерии Алексеевиче Чудине. В 1972 году он окончил Московский государственный институт культуры и более 30 лет возглавлял Центральную детскую школу искусств. И много лет был депутатом. Мы встретились с Валерием Алексеевичем, чтобы поговорить о призвании, любви к искусству и родному городу. Мое детство сложилось так, что я стал заниматься музыкой. Музыкой не только футболом, но и музыкой. Занимался. И достаточно активно закончил музыкальное училище. Поступил, пошел в армию. Служил три года в армии. Служил в ансамбле песни и пляски ордена Ленина Московского военного округа. Под руководством Сурена Саковича Баблоева. Ансамбль этот такой, он фактически имеет второе место среди военных всех ансамблей. Вот, на сегодняшний день. Мы много ездили по стране, много по военским частям. Много были за границей ездили. Были и в Италии, и в Африке были. И вот работа, служба, три года они не прошли даром. Это было своего рода трехгодичный, будем говорить, образовательный процесс в армии. Ну, потом получилось так, что я поступил, значит, в институт культуры работать уже, вот, учиться, вот, а потом работать. У таких педагогов, тоже известных по институту культуры, вот, где я познакомился уже со своей будущей женой, вот, и, в общем-то, все это закончилось свадьбой. Валерий Алексеевич, 34 года, вы были директором Центральной детской школы искусств, и при вашем руководстве школе было присвоено звание «Достояние российского государства». Расскажите, как удалось достичь таких результатов? Однажды нам сообщают, что вот идет вот такой конкурс, надо подвести документы, какие-то показатели, какие-то привести, что-то потом они переставят. Вот, и в итоге, значит, закончилось все это дело присвоением, значит, за подписью Швыдкова, министра, вот, присвоением школы «Достояние российского государства». Была выпущена большая книжка, толстая по поводу всех лучших школ, там лучших школ разной, по разным направлениям было представлено, вот. Ну и вот мы «Достояние российского государства» выиграли вот этот вот конкурс. Конечно, большую заслугу получили, это наши учащиеся и преподаватели, потому что от преподавателя зависит все. Зависит и как ребенок закончил, и какие результаты, и в классах какие. Есть педагоги, у которых, как вот Людмила Михайловна Егорова у нас была, скрипачка, вот, царствия небесная, вот, но она воспитала таких заслуженных скрипачей, из которых сейчас вот Ольга Захарова. Она артистка оперного театра «Власкало». Валерий Алексеевич, я смотрю, школа продолжила получать различные награды, вот я вижу номинацию «Лучшая детская школа искусств» уже 2021 год. В чем секрет успеха, почему наша школа лучшая? Детская школа искусств – это преподаватели, дети, которые учатся. Ведь многие дети, вот, которые закончили детскую школу искусств, работают в различных учебных заведениях. По музыке я имею в виду, по рисунку этих художников, хореографии. И можно назвать, у нас сейчас есть учащиеся, которые учатся в Моисеевском ансамбле и работают. Есть, которые в других коллективах творческих работают и показывают. Вот даже директора нашей школы, она закончила, имеет три высших образования, понимаете. Это большая заслуга – свободно говорить по-английски, вот, свободно общаться по электронике. Она закончила академию в Санкт-Петербургскую, вот, ну и так далее. Вот, по этим заслугам. И вот уже после того, как она вступила в должность директора школы искусств, я решил поменяться с ней, вот, все же. И она, в общем-то, вот с ее участием подготовила школу так, что было заслужено, получила первое место. С большой теплотой Валерий Алексеевич рассказывает о своей семье – жене, сыне, дочери и внуках. Его супруга Валентина Петровна – почетный работник общего образования Российской Федерации. Более 20 лет преподавала в Московском государственном институте культуры и около 30 лет в Центральной детской школе искусств, возглавляя отдел клавишных электронных инструментов и музыкально-компьютерного творчества. Дочь Инна Вальерьевна Монастырская сегодня продолжает дело отца и является директором ЦДШИ. И получилось, что, значит, я, Инна, музыкант, вот, правда, внучки, дети, внучка, она занимается сейчас здесь художественными делами. Вот, и ритмикой еще. Это тоже заслуга. Потому что дети должны заниматься в любом случае. Чужие ли они, свои ли они дети. Это заслуга и родителей. И вот родители, многие, отучившись здесь даже, они также приводят своих детей сюда заниматься. В копилке Валерия Чудина множество благодарственных писем и наград. Валерий Алексеевич искренне любит родной город. На правом берегу Химок – ЦДШИ. На левом – Институт культуры, в котором он учился. На набережной парка «Экоберег» мы вместе вспомнили важные моменты жизни. А что можете вспомнить такого самого яркого из обучения в Амгике? Ну, в Амгике что можно знать? В общем-то, хорошие преподаватели, потому что известные были преподаватели в то время по нашей специализации. И хорошие, самое интересное, хорошие коллективы, с которыми студенты сдавали госэкзамены. Вы стали депутатом. Расскажите, как пришли к этому? Ну как? Вызвали и сказали. Так, нужно собрать, собираем группу, которая будет баллотироваться в депутат. Это не так просто, понимаете? Потому что надо подготовить. Много бумаг, какие-то должны быть заслуги. Ну и основное, конечно, чтобы народ за тебя проголосовал. Вот это важное. Ну и, естественно, я вам один листок показывал, где я стоял. Это вот один из листков рекламных, который проходил по выборам в депутаты. Вся эта система, она и сейчас сохранилась. Потому что теперешний вот совет депутатов, он строится тоже на такой же это. Идут выдающиеся люди района, известные люди района, специалисты хорошие, вот, которые идут в совет депутатов. Валерий Алексеевич, а вы, как я понимаю, коренной химчанин. Скоро у нас исполняется 85 лет нашему городскому округу. Расскажите, за что любите родной город? Ну, в 75 лет мы пережили. Вот, как говорится, прошло очень много времени. Сейчас уже идет, будем говорить так, что время движется вперед. И поэтому родной город, понимаете, когда здесь вот ты много прожил, ну, во-первых, мой послужной список работы. Я и в Москве работал, и в Сокольническом районе работал, и в Железнодорожном здесь вот работал районе. Так что достаточно много времени и здесь участь, и такое прошло, именно связано с этим городом. Поэтому для меня небезразлично все то, что делается в городе. Для меня небезразлично, как относятся к депутатам жители. Поэтому, ну, всегда старались так, чтобы прошло это интересно и хорошо. И, в общем-то, выполнялись любые наказы, которые делали жители. Вот, поэтому хочется поблагодарить многих участников, депутатов, которые проработали в разные годы в составе депутатов. На вопрос, как удавалось совмещать депутатскую деятельность и работу в Школе искусств, Валерий Алексеевич отвечает с улыбкой. Рабочий день длинный, можно все успеть. Он настоящий профессионал, хороший семьянин и человек, преданный своему делу. Таким химчанинам наш округ гордится по праву. Продолжение следует...